Здравствуйте! Мы продолжаем изучать взаимодействие цивилизации и сегодня рассмотрим военно-политический аспект. Сегодня на уроке мы объясним причины завоевательных походов в древности и в средние века определим причинно-следственные связи колониальной экспансии и глобальных проблем современного мира. Древнеримский оратор Цицерон говорил, самый несправедливый мир я бы предпочел самой несправедливой войне. И все же войны в древности играли важную роль в становлении и развитии государств. Одним из затяжных конфликтов древности являются греко-персидские войны, шедшие с 500 по 449 год до н.э. Греко-персидские войны являются примером военного столкновения цивилизации, в ходе которого решалась будущая судьба греческой цивилизации. Каковы же были его причины? Завоевание Восточного Средиземноморья являлось стратегической задачей ахименицкого государства. Для перси, обладавшей обученной армии, задача покорения разрозненных воюющих между собой греческих полисов представлялась несложной. Поводом к войне послужила помощь Афин в 500 году до н.э., которую они оказали участникам ионийского восстания государством Малой Азии, покоренным персами еще в VI веке до н.э. Война с перерывами длилась до 449 года, пока в битве при городе Саламин на Кипре греки не одержали крупную победу. В результате был подписан Калиев мир. Персия лишилась своих владений в Эгейском море и вынуждена была признать политическую независимость полисов Малой Азии. Примером военного столкновения цивилизаций в средние века могут являться крестовые походы. В XI веке из Средней Азии на Ближний Восток вторгаются племена турков сельджуков. После захвата ими Палестины в руках мусульман оказывается город Иерусалим с христианскими святынями, главной из которых был храм Гроба Господня. В 1071 году турки-сельджуки вторгаются в Малую Азию. Они разгромили византийцев, и Византия обращается за помощью к христианским государствам Европы. В 1095 году в городе Клермон папа Урбан II обращается с призывом к верующим пойти на завоевание Иерусалима, обосновав необходимость военного похода недопустимостью нахождения христианских святынь в руках мусульман. Цели участников похода были разные. Короли, герцоги и графы рассчитывали путем захвата богатых владений расширить свои владения, увеличить доходы и усилить влияние в Европе. Рыцари, не имеющие феодов, жаждали захвата и грабежа новых территорий. Купцы итальянских городов Гену и Венеции желали ликвидации торгового соперничества Византии и укрепления собственной посреднической роли в торговле между Востоком и Западом. Самым активным участником крестовых походов была Римская католическая церковь. Она стремилась к захвату новых земель, увеличению доходов и власти. Самую активную роль в крестовых походах играла Римская католическая церковь, стремившаяся к захвату новых земель, увеличению доходов и власти. Как известно, с XI по XIII века состоялось восемь крестовых походов. Участниками первого крестового похода были крестьяне и беднейшие горожане во главе с проповедником Петром Пустынником. В 1096 году они прибывают в Константинополь, переправившись затем в Малую Азию, они были разгромлены турками, потому что не имели вооружения и достаточной военной подготовки. В 1097 году в Константинополь прибывают отряды рыцарей-крестоносцев. Переправившись в Малую Азию, они захватывают Никею-Киликею и основывают первое государство крестоносцев Малой Азии – графство Эдесса. Второй поход 1147-1149 годов, возглавляемый королем Франции Людовиком VII и германским императором Конрадом III, завершился безрезультатно. В 1187 году египетский султан Саллахаддин захватил Иерусалим. В ответ был организован Третий крестовый поход, по главе которого были германский император Фридрих I Барбаросса, король Франции Филипп II Август и король Англии Ричард Львиное сердце. Во время переправы через реку в Малой Азии Фридрих утонул, и его войско вернулось на родину. Четвертый крестовый поход завершился в 1204 году завоеванием и разграблением Константинополя. В результате пожара погибли древние рукописи, произведения искусства. В четвертом крестовом походе ярко проявились грабительские цели крестоносцев. На землях Византии была образована Латинская империя, которая просуществовала полвека. После четвертого похода все последующие крестовые походы были уже меньшего масштаба. В 1217-1221 годах с целью завоевания Египта был организован пятый крестовый поход, в котором приняли участие венгерские, а затем голландские и немецкие рыцари. Шестой крестовый поход в 1228-1229 годах был организован германским императором Фридрихом II Гогенштауфином. В результате его соглашения с египетским султаном Аль-Камилем крестоносцы вошли в Иерусалим. Седьмой крестовый поход был организован папой Иннокентием IV в 1248-1254 годах. Во время этого похода главную роль играл король Франции Людовик IX, который, находясь в Египте, попал в плен и был выкуплен за очень большую сумму 200 тысяч ливров. Последний крестовый поход в 1270 году организовал Людовик IX. Целью этого похода являлось завоевание Туниса. Однако во время похода в войске Людовика IX разразилась чума. Сам он от этой же чумы и погиб. Последний оплот крестоносцев на Востоке после восьмого крестового похода крепость Акра пала в 1291 году. В результате крестовых походов установились более тесные связи Европы со странами Востока. Европейцы стали активно покупать арабские, персидские, индийские ткани, пряности, ювелирные изделия, предметы роскоши. В 1453 году турки захватили Константинополь. В результате сухопунктные караванные пути оказались перерезаны. И поэтому цены на товары с Востока, доставляемые морским путем, многократно выросли. Это побуждало европейцев искать свои собственные пути на Восток. Кроме того, в этот период времени Европа испытывала недостаток драгоценных металлов, которые были так необходимы ей для внешней торговли с теми же странами Востока. Это побуждало европейских правителей искать новые источники золота. Португальцы объявили о начале конкисты, завоевании Африки с целью поиска золота. Морские плавания португальцев к западному берегу Африки позволили им найти не только источники золота, но также и источники работорговли. В 1487 году Бартоломео Диош достиг южной конечности Африки и нашел проход в Индийский океан. В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гамма открыл морской путь в Индию, обогнув Африку с юга. Получив контроль над морскими путями в Индийском океане, португальцы приступают к завоеванию Азии. Они захватывают территории в Индии, Персидском заливе, Китае, на Малукских островах и другие. Подчиняя местных правителей, строя крепости, португальцы стремились поставить под свой контроль производство пряностей. В 16 веке Португалия стала главным поставщиком пряностей в Европу. Одновременно с Португалией морские пути в Индию искала также Испания. Христофор Колумб предложил довольно оригинальный способ. Чтобы открыть Индию, он предложил плыть не на восток, а на запад. В 1492 году, во время своей экспедиции, он открыл для европейцев новый континент, но до конца жизни он был уверен, что он открыл морской путь в Индию. Соперничество Испании и Португалии на морских путях привело к первому в истории разделу мира. При посредничестве Римско-католической церкви в 1494 году между этими государствами был заключен договор. В западнее Азорских островов по Атлантическому океану был проведен условный меридиан. Земли, открытые вновь к западу от него, считались собственностью Испании, к востоку – Португалии. Первое круглосветное плавание, совершенное португальским мореплавателем Магелланом в 1519-1522 годах, привели к открытию морского пути в Индию через Запад. Политическим следствием этой экспедиции стало заключение нового договора, который разделил сферы влияния между Испанией и Португалией в Тихом океане. В XVI веке испанские португальские конкистадоры отправляются на завоевание Центральной и Южной Америки. Их целью был поиск районов, богатых золотом. Первоначально на рудниках использовался труд индейцев, затем начали завозить рабов из Африки. Португальские конкистадоры захватили Бразилию, а испанцы покорили земли майя, ацтеков и инков. В XVI веке начинаются колониальные захваты Северной Америки английскими и французскими колонизаторами. В XVII веке начинается колониальная экспансия торговых компаний. Вследствие развития буржуазных отношений в обществе изменились формы и методы колониальной экспансии. Теперь главная цель – это личное обогащение пайщиков торговых компаний, которые осуществляют колониальные захваты. Торговые компании создавались во многих государствах – в Голландии, в Англии, Франции и в других европейских странах. Однако наибольшее влияние имели английская и голландская Ост-Индские торговые компании. Английская Ост-Индская компания была создана в 1600 году по указу императрицы Елизаветы I. Компания получила монопольное право торговли с Индией и Китаем. Имея свои собственные армии и флот, компания участвовала в войнах Англии против Франции и Голландии. С целью получения прибыли на индийских землях разводились плантации опиума, который затем контрабандно возился в Китай. Голландская Ост-Индская компания была создана в 1602 году. Она получила монопольное право навигации и торговли от мыса Доброй Надежды на Восток до Магелланова пролива. К XVII веку компания захватила основные владения португальцев в Индии и превратилась в крупную политическую и военную силу. В 1621 году для освоения земель в Америке и западного берега Африки была создана голландская Вест-Индская компания. Однако больших успехов в освоении Южной Америки она не сделала. Каковы же были последствия европейских открытий новых земель и колониальных захватов? Благодаря тесным связям стран Европы с Азией, Африкой и Америкой начинает складываться мировая торговля. Лидерами мировой торговли в начале XVI века были Испания и Португалия. К концу XVI века ими становятся Англия и Голландия. В результате ограбления колонии складываются условия для формирования основ индустриального общества. Бурно развивающиеся промышленные предприятия в Европе получили доступ к источникам сырья в колониях. Подведем итоги. Мы объяснили причины военных походов в древности и в средневековье, рассмотрев греко-персидские войны и крестовые походы, которые являются примерами военного столкновения цивилизации. Кроме того, мы охарактеризовали причины и последствия европейской колониальной экспансии. Экономическая отсталость – главное негативное наследие колониализма. И сегодня некоторые современные государства не могут добиться устойчивого развития вследствие этого наследия. В современном мире характер войн и способы их введения изменились. О современных военных конфликтах, их особенностях и последствиях пойдет речь на следующем уроке. А наш сегодняшний урок подошел к концу. До свидания. Я желаю вам открытий в изучении истории. Субтитры создавал DimaTorzok